В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился, чем отличился, чем порадовал, а может огорчил. Все, что активно обсуждалось в течение последних 12 месяцев в наших праздничных спецвыпусках. И сегодня мы вспоминаем ноябрь и декабрь 2019. Новый центр притяжения. Все больше людей задумывается о том, что хотят жить в благоустроенном пространстве. В районе поймы реки Сатис продолжаются работы по комплексному освоению территории. Теперь у горожан появилась возможность прогуляться по живописной набережной от Красного дома до Плотины и насладиться красивыми видами Сарова. Выложенные брусчаткой дорожки, дизайнерские лавочки, уложенные газоны и живописный вид. Саровчан уже ждет новое современное городское пространство. Единая пешеходная зона от Красного дома до Плотины и комфортабельные таунхаусы. Продолжение проекта комплексного освоения территории в районе поймы реки Сатис. Это уже второй участок в пойме реки, который выполнен в таком же едином архитектурном решении, как и в районе жилищного комплекса Саровская ривьера. Обслуживание общественных пространств обеспечивается застройщиком компании Саров Инвест. Протяженность пешеходной зоны полтора километра. Территория вдоль реки Сатис превратилась в излюбленное место отдыха саровчан, став центром притяжения. Здесь проходят общегородские праздники, на которых можно интересно провести время всей семьей, а в обычное время просто прогуляться по набережной и сделать красивые фотографии. Сказочную атмосферу, как только стемнеет, создает подсветка. На набережной созданы все условия, необходимые для комфортного времяпровождения горожан. Набережная оборудована освещением, установлены лавочки для отдыха, проведены работы по озеленению. Береговая линия укреплена габионными конструкциями. В новом микрорайоне расположено 22 комфортабельных малоэтажных дома с прилежащей территорией. Около каждого таунхауса предусмотрена стоянка для автомобилей и место для создания теплого гаража с автоматическими воротами. Уже закончена работа над дорожками, отмостками, отводом ливневых вод. Проведена канализация электричества. Запущено индивидуальное газовое отопление. Застройщик готовит дома к сдаче в эксплуатацию, и скоро жители нашего города смогут приобрести жилье на живописной набережной реки Сатис. В начале ноября Саров с рабочим визитом посетил Денис Москвин. Депутат Государственной Думы оценил, как продвигается строительство и капитальный ремонт важных объектов в нашем городе. Народный избранник осмотрел стадион школы номер 16, 10-ю школу, парк имени Зернова. Побывал на месте строительства новой школы на улице Зорги. И провел пресс-конференцию, где поделился с журналистами своими впечатлениями от увиденного. Одна из самых проблемных точек в нашем городе – 10-я школа, которая должна была открыться 1 сентября. Но ремонт в ней до сих пор продолжается. Денис Москвин побывал на объекте вместе с представителями Думы и администрации, пообщался с директором школы и рабочими. Вот сегодня я там был, мне говорят, что там работа закончится 30-го ноября. Но это неправда. Они не закончатся 30-го ноября. Более того, потому что я там увидел и по готовности подрядчика, представитель которого был, сам подрядчик, видимо, побоялся приехать. Они говорят, что 30-го ноября все будет, не будет. И к Новому году не будет, как заверяет администрация. Судя по тому, что там происходит. Одна из причин, почему ремонт задерживается – существующий 44-й федеральный закон, по которому администрация не может влиять на выбор подрядчика. Однако проблема не только в этом. Большой вопрос у меня к представителям администрации. А вы куда смотрели-то на все это? Губернатор приезжал, задачу эту ставил. Мы с вами подробно обсуждали, деньги на это выделяли в обморочном порядке. Вы помните, изменения в областной бюджет вносили специально. И это, поверьте, непростая процедура. В результате мы видим, что дети как учились в разных концах города, так и продолжают это делать. Денис Москвин собирается обратиться в правоохранительные органы по поводу проверки работы подрядчика. Также депутат Госдумы посетил парк имени Зернова. Там тоже есть проблемы. Из-за конкурсных процедур произошло смещение сроков строительства. Пришлось уйти в зиму. Слава богу, что вроде как там работы такие, которые позволят сейчас все это без вреда для технологий закончить это до начала зимы. Вот такой календарной зимы. Потому что проект действительно очень красивый. И вот эта вот лестница ведущая к воде, и вот эта вот набережная, конечно, это станет, наверное, одним из самых любимых мест отдыха горожан. Также Денис Москвин осмотрел новый стадион 16-й школы, который открылся в середине сентября. Неприятным сюрпризом для него стало наличие замка на воротах объекта. Я пригласил директора школы. Говорю, а вы на каком основании закрыли? Тут еще обнесли этой сигнальной лентой красной. Я говорю, для кого это построили? А мы здесь уроки физкультуры проводим. Я говорю, замечательно, вы должны проводить урок физкультуры. Но вечером до 22 часов здесь должны заниматься жители физкультуры и спорта. Тем более, по мнению депутатов, в дни каникул стадион, построенный за 35 миллионов из городского бюджета, должен быть открыт для школьников весь день. В нашем городе появился новый спортивный объект. В рамках реализации федерального национального проекта «Спорт. Норма жизни» в сквере 22-го микрорайона открыли комплексную площадку, которая включает в себя силовые тренажеры, баскетбольные кольца, стол для настольного тенниса, снаряды для занятий воркаутом и многое другое. В торжественной церемонии открытия приняли участие и представители Министерства спорта Нижегородской области. Подробности далее. Теперь жители 22-го микрорайона смогут выполнять упражнения разного рода, готовиться к сдаче ГТО и поддерживать себя в форме в одном месте. Представители Министерства спорта Нижегородской области и администрации Сарова вместе с чемпионкой мира по пауэрлифтингу Анной Архиповой разрезали красную ленту новой спортивной площадки нашего города. Тренировочный комплекс стоимостью свыше 3 миллионов рублей включает в себя скамью для пресса, тренажеры – жим лёжа и жим от плеч, брусья для воркаута, рукоходы, шведскую стенку, велотренажеры – степпер, зоны для баскетбола и настольного тенниса. Тренажеров порядка 16 штук, которые все направлены именно на развитие общей подготовки. Также площадка сертифицирована под сдачу норм ГТО. Есть две мишени для инвалидов. Хотелось бы, конечно, чтобы эта площадка стала именно центром притяжения для разных групп населения, для разных возрастов. Егор Черных вместе с друзьями два года занимается воркаутом. Среди них есть как опытные, так и начинающие спортсмены. Молодые люди активно участвуют в городских и областных соревнованиях. Специализированная площадка позволит привлечь еще больше людей в занятия уличной гимнастикой. У нас достаточно развитая компания воркаута. То есть мы собираемся с друзьями и занимаемся спортом. У нас есть лидер собственный. И мы сейчас соревнуемся с Нижним Новгородом. Площадка для воркаута – это очень хорошая возможность потренироваться для жителей нашего города. Тренировочный комплекс не случайно разместили в 22-м микрорайоне. Территория активно застраивается и появляется необходимость в доступных спортивных объектах для молодых семей. По нашим наблюдениям, это все-таки молодые семьи. И ребята, которые молодые здесь проживают, они действительно активно используют эту площадку. Даже еще до момента, пока мы не перерезали ленточку, она уже использовалась. Но и в перспективе все-таки у нас резервировал здесь участок подпок. Поэтому мы надеемся, что это будет одна из востребованных действительно горожанами площадок. В будущем году Департамент городского хозяйства планирует дооборудовать площадки системами освещения и видеонаблюдения, обеспечить свободным доступом к беспроводному интернету. В рамках нацпроекта «Демография» при поддержке Министерства спорта Нижегородской области на территории будут проводить бесплатные семейные тренировки и воскресные зарядки с опытными спортсменами. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24». Детский технопарк «Каванториум» открыл свои двери для саровских школьников. В течение четырех недель ребята работали с 3D-принтерами, шлемами и очками виртуальной реальности. Учились программированию и основам робототехники. А главное, под руководством опытных наставников получили возможность воплотить в жизнь собственные инженерные идеи. О том, как прошел первый день работы «Каванториума» наш следующий репортаж. В Саров прибыл мобильный «Каванториум». В течение четырех недель школьники познакомятся с техническим творчеством и инженерными специальностями. Поработают с квадрокоптерами, 3D-принтерами, очками виртуальной реальности. А также создадут собственные проекты в различных направлениях – промробоквантум, хай-тек, гео-аэроквантум, VR-квантум. В салоне есть все для обучения школьников передовым технологиям. Автомобили оборудованы системами автономного энергообеспечения, освещения и вентиляции. И могут выдержать перепад температур от минус 50 до плюс 120 градусов. Ранним утром фургоны с логотипом мобильного «Каванториума» подъехали к Дворцу детского творчества. Представители администрации Сарова и руководители проекта торжественно перерезали ленточку и пригласили школьников на презентацию. Мне бы очень хотелось, чтобы эти 4 недели прошли для вас с одной самой главной целью. Чтобы вы приняли осознанный выбор, чем вы будете заниматься дальше. Возможно, это будет тот первый шаг вашего профориентирования, который позволит вам действительно сделать шаг в своей будущей профессии. После напусственных слов школьники разошлись по кабинетам, где наставники рассказали им о том, как будут проходить занятия и что они будут изучать. И, конечно, разрешили все потрогать и рассмотреть. Мне очень понравилось. Я в VR пошел. Нам сказали, что мы еще сделаем свои VR-очки. Мне понравилась проектная деятельность. Тут можно заниматься разными делами, программированием. Это очень здорово, так как дети могут себя попробовать в будущем, выбрать себе заранее профессию. Подробнее о проекте «Технопарк Кванториум» журналистам рассказали на пресс-конференции с представителями администрации Сарова, ядерного центра и координаторами проекта. И первый вопрос – о степени готовности стационарного Кванториума к приему детей. Как пояснила Екатерина Никулина, штат почти укомплектовали. Наставников набрали из числа инженеров НЕФ и студентов магистратуры САРФАТИ. Всех наставников мы обучили по федеральной программе фонда. Они у нас в Сколково прошли обучение по soft skills и hard skills компетенциям. И готовы к работе заряженной атмосферы Кванториума. По словам кураторов проекта, через месяц в стационарном Кванториуме в поселке Сатис начнутся первые занятия с детьми. Сейчас идет установка необходимого оборудования. А вот вопрос с логистикой пока не решен. То есть привозить и забирать своих детей придется родителям. Когда у нас Кванториум откроется в полную силу, мы наберем 800 человек, а именно столько детей у нас будет обучаться на бесплатной основе в модулях, в Кванториумах. Я думаю, что вопрос с организованной доставкой будет решен. В завершении пресс-конференции руководители Кванториума провели для журналистов экскурсию по аудиториям и показали оборудование, с помощью которого юные инженеры будут учиться создавать свои проекты. Дружбу закрыли. Что будет на ее месте? Офис, услуги населению или сетевой магазин? В конце 2019 года комитет по управлению муниципальным имуществом подписал акт приемки помещения по адресу Ленина 23 и выставил недвижимость общей площадью почти полторы тысячи квадратных метров на продажу. О прошлом магазина и его настоящем и возможном будущем расскажем в следующем репортаже. Жилой дом по адресу Ленина 23 был построен в 1956 году. Изначально архитекторами на первом этаже этого здания были запланированы торговые помещения. И ровно через год здесь открылся магазин номер 26. Более полувека по этим ступеням саровчане поднимались сюда, чтобы купить все самое необходимое для своей семьи. И вот история делает новый виток. Магазин закрыли. Еще кое-где остались ценники на товары, хотя витрины опустили несколько дней назад. Сотрудники освобождают помещение бывшего продуктового магазина «Дружба». Разбирают стеллажи и витрины, вывозят техническое оборудование, наводят порядок. В начале осени акционерное общество обеспечения РФЦНЕФ досрочно расторгло с администрацией города договор аренды. Мы за это время проводили работы по поиску арендаторов. Но как вы предполагаете, что здание с такими параметрами, с такой площадью, 1495 квадратных метров, арендаторов в Сарове найти достаточно сложно. Поэтому мы включаем данное помещение в прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы. На самом деле помещение магазина «Дружба» не в первый раз выставляют на торги. Пять лет назад уже были попытки его продать за 60 миллионов, но тогда сделка не состоялась. На тот момент стартовая цена была очень высокой, покупателей не нашлось. Пошли по второму варианту приватизации путем публичного предложения. Это когда возможность в ходе аукциона понижать цену до цены отсечения. И на тот момент даже находился покупатель, их было два. Процедуру аукциона оспорили через федеральную антимонопольную службу. Оказалось, что претенденты на недвижимость были в сговоре. Спустя пять лет администрация снова пытается найти нового собственника. В многоквартирном доме, как мы с вами знаем, можно открыть что угодно. Это и услуги, это и бытовое обслуживание, это и торговля, все что угодно. И там офис, никто не запрещает. По гражданскому кодексу разрешено собственнику делать что пожелает. Сейчас говорить о цене помещения пока рано. Оценку будут производить после подписания акта приема-передачи. Но, как отметил Людмила Тырсина, за прошедшие пять лет недвижимость такого назначения сильно упала в цене. Елена Грицкова, Евгений Ушевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Такими нам запомнились ноябрь и декабрь ушедшего года. Ну а вспомнить важные для вас события 2019-го и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютубе. Также все новости ищите в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова